Покорительница звуковых волн живет в Пятигорске. Алене Барановой всего 13 и несмотря на юный возраст, девушка неоднократная победительница соревнований по автозвуку. И вот очередная награда кубок главы предгорного округа в категории «Снайпер». Девочка обошла чемпиона России. Лана Волкова об особенностях такого хобби. 96 кубков на мансарде, более 100 в разных комнатах дома. Эти трофеи далеко не хобби. Автозвук для Виталия Баранова – это уже образ жизни. Началось это все в 2005 году. Я первый раз попал на автозвуковые соревнования. Это было великолепное шоу, проходило в городе Пятигорске. И увидев это, я настолько впечатлился, что понял, я обязательно должен в этом поучаствовать. И вот так уже 16-й год. Сила звуковых волн. От отца перешла к дочери. 13-летняя Алена с детства просто влюбилась в самбуферы. Научилась ими управлять. Багажник полон звука. В команде работают самбуферы динамики децибел. Алена показывает, как обычно проходят соревнования. Кстати, бывает на качество звука, а еще на силу. Ее измеряют прибором. Вот так и выиграла первый в истории края кубок главы предгорного округа по автозвуку в категории «Снайпер». Соревновались музыкальные стрелки в категории 129 и 99. Такой уровень децибел нужно было набрать за 30 секунд. Причем, если динамик выдавал уровень 130 и выше, билет на вылет. Перебор допускать было нельзя. Алена справилась и даже обошла чемпиона России. Алена Буранова, город Петегор, становится победителем сегодняшнего мероприятия с результатом 129,89. Перед тем, как начать замеры, мы устанавливаем точку, на которую крепится специальный прибор. Он замеряет децибел. Мы включаем ее и подбираем либо вот этим кружочком, либо если до этого мы тренируемся, то результат у нас читывает вот этот прибор и переносит на компьютер. Автозвук – дорогое хобби. Аудиосистема в некоторых машинах стоит больше, чем сам автомобиль. В среднем классе до 300 тысяч. В премиум колонки до усилителей тянут на несколько миллионов. Но цена не главное, уверен Виталий Баранов. И всегда был сторонник того, что бюджет не решает. Решает знания, умения, ну и навык, соответственно. Создание мощного баса в машине – непростая задача. Это что-то вроде букета из усилителей разных мощностей и самбуферов. Не обойтись без наук. Физика, математика, геометрия. Дерево – хороший проводник звука. Чтобы самбуферы работали, нужен короб ручной работы. И это непросто. Мы пилим первый короб, он не работает. Пилим второй, он не звучит вообще никак. И может быть на раз десятый. Может быть, если повезет на раз восьмой, он у нас зазвучит. И все будет классно. Но все равно перепиливается. Вот у нас здесь вот была дырка. Раньше здесь стоял сабвуфер. Но потом его перепилили, поставили сюда. Здесь он заиграл, соответственно, громче. Мы его здесь оставили. Титулованная спортсменка автозвука в обычной жизни скромная. Ей не нужна слава интернета. У нее нет своего ютуб-канала. Она не выкладывает выступления и победы в социальной сети. Просто выступает и выигрывает. Для папы и для себя. Большинство одноклассников даже не знают, что я чем-то таким занимаюсь. Потому что особо не разглашаюсь об этом. А вот в магазинах автомобильных, акустических систем Алену знают хорошо. И этого юного покупателя с опытным взглядом не проведешь. Разбирается в сабвуферах настолько профессионально, что даже отцу сложно подобрать дочке подарок. А ведь заслужила. Выиграла очередной кубок. А в школе учебный год закончила на одни пятерки. Лана Волкова, Андрей Джурбенко, Вести, Пятигорск.